Добрый день! Мы сегодня беседуем с врачом-ортопедом Старцевой Ольгой Юрьевной. Понятно, что вот такая расхожая фраза, что дети все индивидуальны и что каждый развивается по какому-то своему внутреннему схеме развития своей, все-таки существуют при этом нормы и насколько страшно, если ребенок от этой нормы отклоняется. Понятно, что это мама очень беспокоит. Первый навык это оценивается удержание головки, как я уже говорил, это 2,5-3 месяца. Если ребенок 3,5 уже не держит голову, первый специалист, который должен посетить родитель с ребенком, это невропатолог, параллельно с ортопедом. Второй момент, ребенок должен начать вставать на четвереньки к 6 месяцам, начинать раскачиваться, ползти 6,5-7. Присаживаются они, садятся они после того, как они встали на четвереньки. То есть они садятся не из положения лежа, а садятся из положения стоя на четвереньках через бачок детки. К 10 месяцам ребенок должен встать уже в кроватке. Нормы начала самостоятельной ходьбы от года до года и двух месяцев. Критически, когда считается уже патологией, это год и три. То есть там учитываются конституциональные особенности ребенка. То есть это рост ребенка, намного легче двигаться, вставать, совершать какие-то навыки ребенку с невысоким ростом, с короткой мышцей, нежели ребенку останичного телосложения, с длинным позвоночником, с длинными конечностями. Ну, плюс особенности еще распределения подкорно-жировой клетчатки. Ну, вес ребенка тоже, наверное, не означает? Вес ребенка. Чем ребенка кормят? К сожалению, у нас достаточно приличный процент детей, имеющие аллергию. То есть им своевременно не вводят молочные продукты, которые содержат кальций. Некоторые детки у нас реагируют на препарат витамина D аллергическими реакциями. То есть не создается к определенному возрасту упругость костей, мышц, связок, то, что может держать ребенка в вертикальном положении и давать ребенку энергию. Понятно. Да, движение. А вот есть еще такое допущение, допустим, что если ребенок, ну, скажем, были преждевременные роды, и ребенок появился на свет раньше, вот дается ему этот допуск дополнительно? Обязательно. Ребенок рождается с незрелыми тканями, и ему приходится преодолеть ряд мероприятий. Уже не в утробе у мамы, то есть когда ему поступали готовые вещества, уже вот в этой сфере нашей в жизни, и это все намного сложнее дается малышу. Поэтому обязательно мы делаем скидку, вот, пересчет даже, существуют определенные таблицы, норм уже и психомоторного развития, и физического развития ребенка, то есть это там рост, длина, на них специальные есть нормы, по которым рассчитывается этот ребенок. Но, как показывает практика, физически эти дети достигают уровня своих сверстников не к году, а к семи годам. К семи годам. То есть торопить ребенка, ну, в общем, бессмысленно, потому что у него другая... Надо им заниматься, да, но это дети очень индивидуальные. Ну, то есть мамам стоит все равно проконсультироваться, чтобы определить, подходят ли нормы, которые существуют для какого-то стандартного, нормального или сверхнормального ребенка, их конкретному малышу. Да, это обязательно. То есть фраза, что каждый ребенок индивидуален, она остается актуальной. Несмотря на свою расхожесть, она является актуальной. Понятно. Так, ну, вообще, насколько стоит беспокоиться маме, если ребенок все-таки в нормы не укладывается? Чем раньше ребенку оказана помощь, его центральной нервной системе, периферической, тем лучше будет результат в дальнейшем, тем будет меньше каких-то осложнений, и изменений после года не будет это тянуться шлейф до школьного возраста. Поэтому своевременное наблюдение врача-ортопеда, невролога, к таким детям с отставанием мы, так скажем, больше обращаем внимание, чаще их приглашаем к себе на прием, а реабилитация уже расписывается там индивидуально. То есть они уже не попадают под график обычных профилактических осмотров. Понятно. А скажите, пожалуйста, если наоборот малыш опережает по всем статьям, слишком рано начинает ползать, бегать или там очень активный, вот это тоже проблема или это наоборот радоваться нужно? Слишком рано ползать – это очень хорошо. Момент ползания очень важен для не только укрепления корсета малыша и формирования физиологических изгибов позвоночника, но и для формирования межполушарных связей. Как мы все знаем, что у нас очень тяжелые программы сейчас в школе, то есть в школу намного сложнее поступить, чем в институт. Ребенок должен читать, писать, анализировать информацию, выдавать достаточно быстро какой-то результат. Вот это работа межполушарных связей. Между правым и левым полушарием формируется связь. Связь формируется при качественном ползании, когда у нас работает право-лево, то есть при движении правой ноги двигается левая рука и наоборот. Если ребенок рано встал и пошел, то есть чаще всего это ползание сокращается, вот здесь уже не очень хорошо. То есть физиологические изгибы могут не доформироваться, могут не доукрепиться мышцы ребенка и пойдет очень большая нагрузка на поясничный отдел позвоночника. Потому что этот отдел у нас лишен реберного каркаса. Полагаться мы можем только на состояние наших мышц. Поэтому мы родителей сразу предупреждаем, никогда не пользоваться ходунками. Не надо ребенка стимулировать ходьбу. Он обязательно пойдет, всему свое время. Организм у ребенка почувствует, когда он должен это сделать. Не выполнять такому ребенку лишний раз массаж профессиональный, потому что стимулируется нервная система, импульсы идут, ребенок хочет, но желаний и возможностей они не совпадают очень часто. Да, понятно. То есть ходьба – это этап, к которому ребенок должен подойти сам? Должен подойти сам, я бы сказала, очень осознанно. До этого этапа очень важные этапы в жизни. Те детки, которые у нас не ползали, есть такие, при осмотре в 5-6 лет это очень видно. И ортопеду, и неврологу, и психологу. Очень заметно. Поэтому существуют еще одни наши помощники, нейропсихологи, которые это тестируют, что не сформировались межполушарные связи и проводится гимнастика. Одно из элементов этой гимнастики – это 40-минутное ползание. На четвереньках. То есть заставляет все равно ребенка в любом возрасте ползать. Да, но уже в 5 лет у нас на коленках нет столько подкожно-жирового слоя, то есть вот этой естественной подушки. И там уже труд получается намного сложнее и болезненнее для ребенка. То есть тут все неспроста природой задумано? Все понятно. А природу обманывать нельзя, форсировать события тоже. Так, а как быть с сидением ребенка? То есть как понять, что он сам уже готов сидеть? Ребенок начинает, допустим, подтягиваться на ручках? Он должен начинать делать подготовку. Просто родители иногда расценивают это уже за готовность. Месяцев с 4-х, с 4,5, когда ребенок лежит на наклонной поверхности. То есть ему намного легче уже сократить вот эти коротенькие мышцы пресса. Он делает попытки сгибать корпус пополам. Но это только попытки, это только подготовка. Существует ряд упражнений для укрепления еще косых мышц. У нас есть еще и мышцы с полку, которые нам помогают крепко сидеть ребенку. А самостоятельно они садятся уже с четверинек, то есть заваливаясь на бочок, на ягодичку. Вначале они опираются на ручку, то есть корпус находится под наклоном. По мере укрепления мышц корпус становится все прямее, все ровнее. Когда подготовлена спина, мы видим, что ребенок сидит с совершенно прямой спинкой и поясничный отдел позвоночника подтянут к животику. То есть у него не круглая спина колесиком, а у него достаточно такая прямая, ровная спинка. Вот это вот ребенок готов, это все, значит, правильно сформировалось. А вот в какой момент можно, например, его уже, ну скажем, в полусидячее положение садить в стульчики? Или уже в полностью сидячее? Вообще практически после месяца можно уже пользоваться различными приспособлениями. Это шезлонги, это стульчики для кормления со скидной спинкой. Автомобильные, скажем, сиденья. Автомобильные кресла, да. Угол поднятия корпуса 30 градусов изначально. К месяцам, к 4-5, этот угол достигает 40-45 градусов. А в дальнейшем в 5,5-70 градусов. И уже вот угол 90 выставляется ребенку на мебели, когда ребенок сел самостоятельно. То есть сначала он должен сесть, а потом он должен садить? Он должен сесть, а потом вы ему уже вот эти условия. Потому что спинка устает, и ему надо время, чтобы ее расслабить. Надо, чтобы были условия, спинка была откинута немножко. Понятно. А когда можно использовать, допустим, ну в коляске уже прогулочные, вот сидячие положения, то есть садить ребенка? После 6 месяцев. То есть все это струк. После 6 месяцев, и то после осмотра. Не вопаду, а у ГРТ-Пет. Потому что есть... Когда они поставят галочку, скажут. Есть особенности, да, у детей. И когда мы скажем, да, вы можете, желательно после этого период. А вот расскажите, пожалуйста, еще вернемся к вопросу, что ребенок, допустим, не ползает. Потому что бывает, такое случается. Как тогда происходит постепенное вот это развитие его, и где он пропускает вот этот момент, что нужно ползать? То есть он после какого этапа, что... Вот как этот пропуск получается? Дети бывают не ползают, но они совершают какие-то все равно телодвижения. Движения руками, движения ногами. И таким детям проще встать. Есть ряд детей, которые вначале встают, потом с положения стоя не садятся, и все-таки потом встают на четвереньки. То есть у них немножко... По-другому просто... Этапы проходят? Да, этапы по-другому, потому что нервная система, значит, была изменена. То есть программа была где-то нарушена. Но даже если это ребенок сделал после того, как сел и ползал, мы очень это приветствуем и родителям рекомендуем длительно, как можно дольше, чтобы ребенок оставался в ползающем состоянии. Они иногда понимают, что предмет в положении стоя на четвереньках ползком, они могут быстрее достать, и они начинают этим навыкам активно пользоваться. А родители, ой, время год, надо ребенка ставить, нам же надо ходить. У нас сосед Петька уже бегает. Что за безобразие? Я рекомендую таким родителям относиться индивидуально к своему ребенку, никогда за соседом не гнаться, и очень радоваться, что их ребенок все-таки свой этот навык, как можно дольше в нем остаться. До года и двух это вообще легко. Тем более организованная нервная система будет развита у этого малыша. А вообще в каком возрасте можно специально ребенка научить ползать? Или желательно? После пяти месяцев. После пяти месяцев уже надо проводить гимнастику, которая стимулирует момент ползания. Вставание на четвереньки, формирование стереотипа право-лево. Это все можно научить ребенка этому. Ну, на приеме, я думаю, в ортопеды можно получить на эту тему более какие-то широкие знания. Всегда рассказываем, обязательно показываем. Родители получают и в письменном виде, кто-то снимает на видеокамеры, телефонные. Никого не оставляем без внимания. То есть можно наглядно даже на приеме все это увидеть, записать для себя и запомнить, и проводить самостоятельную работу. Да, и заниматься с ребеночком. Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова